Шалва Степанович Акуджава В 1922 году, будучи инструктором орготдела ЦК Комсомола Грузии в Тифлисе, познакомился с будущей женой Ашхен Налбандян. В 1922 году молодая семья переезжает в Москву на партийную учебу. Им дают две комнаты в коммунальной квартире на Арбате в доме номер 43. В 1924 году Шалва Акуджаву отзывают на работу в Тифлис. С 1926 по 1929 год Шалва Акуджава работает комиссаром грузинской военной командной школы, далее комиссаром дивизии. В 1932 году по распоряжению Серго Арджиникидзе, наркома тяжелой промышленности, его отправляют на Урал. В 1934 году к нему присоединяется семья – жена Ашхен, дети Булат и Виктор и мать Ашхен Мария Вартановна. Они проживают именно здесь, в поселке ИТР на Пехтовых горах. У папы темная пышная шевелюра и маленькие усики. Он с откровенным восхищением разглядывает Ван Ваныча «Какой ты большой! Ну просто взрослый мужчина! Совсем москвич!» и раскрывает сочные пунцовые губы, посверкивая ровным рядом ослепительно белых зубов. Благодаря работе Шалва Акуджавы в должности порторга «Уралвагонстроя» решались острые проблемы жизни первостроителей. За небольшой промежуток времени были построены двухэтажные брусковые дома, здания больницы, клуба, две школы, детские сады. На строительных площадках оборудовались столовые, в одной из которых стояла пианино, и в обеденный перерыв звучали Чайковский и Брамс. Строили не только новый завод, строили нового человека. Я помню Акуджаву молодым, изящным, немногословным, дающим на активах, где мне бывалось быть. Задание он давал немногословно, сжато, логично. Ну и, кстати, никогда не повышал тон, был очень вежливый и к людям относился благодушно. В 1935 году Шалва Степанович назначается на должность первого секретаря Тагильского горкома ВКПБ. Практически становится одним из руководителей нашего города. Именно в этот период был пущен первый вагон на заводе-гиганте. Растут мощности металлургического завода, в городе появляются новые дома, больницы, социальные и культурные учреждения. Мощного размаха достигает Стахановское движение. В то же время по всей стране обостряется обстановка из-за нараставшей подозрительности, необоснованных репрессий, поиска врагов народа, людей, которые, по мнению руководства страны и Иосифа Сталина, вредят обществу и партии. Призывы к бдительности со стороны власти коснулись и Свердловска, и Нижнего Тагила. Один за другим исчезают коллеги Шалва Степановича. В газетах выходят статьи с обвинениями тех, кто вместе с отцом Булата строил новую жизнь на Урале. Критике подвергается и работа первого секретаря. После отстранения от должности в середине февраля 1937 года Шалва Акуджаву вызывают в Свердловский обком, где и арестовывают. 19 февраля открыто дело по обвинению в причастности к троцкистскому заговору. Статья 58 пункты 7, 8 и 11 Уголовного кодекса РСФСР. Шалва Степанович Акуджава. Приговорен к высшей мере наказания и расстрелян 4 августа 1937 года. Он был худощав и насвистывал старый, давно позабытый мотив. И к жесткому чубчику ежеминутно его пятерня прикасалась. Он так и запомнился мне на прощание, к порогу лицо обратив, а жизнь быстротечна. Да вот бесконечно ему почему-то казалось. Его расстреляли на майском рассвете, и вот он уже далеко. Все те же леса, водопады, дороги и запах акации острый. А кто-то ж кричал «Не убей! Одинокий!» И в это поверить легко, но бредили кровью и местью святой все прочие братья и сестры. И время отца моего молодого печально и развеяло прах, И нету надгробья, и памяти негде над прахом склониться, рыдая. А те, что виновны в убийстве, и сами давно уже все в небесах. И там, в вышине, их безвестная стая кружится, рядея и тая. После смерти Иосифа Сталина в стране начинается процесс реабилитации. 28 апреля 1956 года Шалва Степанович Акуджава был реабилитирован за отсутствие состава преступления. Спустя 30 лет после реабилитации деятельность Шалвы Акуджавы была освещена в книге «Гордость. Моя вагонка» Галины Кузьминой и Виталия Костромина. В этом же 1986 году на территории УВЗ установлены барельефы первым руководителем Уралвагонстроя, в том числе и Шалви Акуджаве. А в 1989 году на доме по адресу улицы 8 Марта 49, ныне Карла Маркса 20А, установлена мемориальная доска. В 1994 году в августе Булат Акуджава приехал в архив общественных организаций Свердловской области, ранее в Свердловский архив КПСС, где познакомился с делом своего отца. И оставил запись с пожеланиями Центру документации, поставив дату 4 августа 1937 года, дату расстрела отца. В учебниках школьных, покуда безмолвны и пуля, и пламя, и плеть, но чье-то перо уже пишет и пишет о том, что пока безымянно. И нам остается пока суд да дело не грезить, а плакать и петь. И слезы мои солоны, и горючи, и голос прекрасен, как странно. Года разлук, года сражений, когда свинцовые дожди упили так по нашим спинам, что снисхождение не жди. И командиры все хрипли, когда командовал людьми Надежды Майки и Оркестры под управлением любви. Надежды Майки и Оркестры под управлением любви. Субтитры подогнал «Симон»